Во время трагической клинической смерти, консервативный пресвятерианский пастор по имени Йен Пак был взят на небо и в ад. Ему было показано, почему некоторые святые щедро вознаграждены на небесах, в то время как другие не имеют никакого воздаяния, почему некоторые святые имеют великолепные особняки на небесах, а другие живут в небольших домах сообщества. Ему было показано, почему после служения Господу всю его жизнь, его дом был маленьким и незавершенным. Помимо этого, он стал свидетелем того, насколько ужасен ад и почему так много христиан попали туда и в каких грехах мы должны покаяться. Свидетельство пастора Пака является тревожным звонком для церкви, оно ободрит тех, кто служит Иисусу верой и правдой, это укрепит вашу решимость жить для Иисуса и принесет страх Божий для тех, кто не живет святой жизнью. В 1987 году преподобный Пак умер от высокого кровяного давления, но по милости Божией, его жизнь была продлена еще на 20 лет. Тем не менее, в течение первых четырех лет он не мог говорить из-за его состояния здоровья. Ему было около 50 лет, когда он вернулся к жизни. Во время его смерти, Господь показал ему рай и ад. Я хочу, чтобы вы знали, если вы являетесь высокомерным и гордым, вы принесете проклятие на себя. У меня была мега-церковь в пяти тысячах членов, но я был поражен Богом из-за моего высокомерия. Теперь я боюсь Бога. Иакова 4, 6. Раньше я владел личным имуществом на сумму около 150 миллионов долларов в США, у меня было пять автомобилей класса люкс. Но после моего смертельного переживания, я отдал все это. Пожалуйста, помните, спасение не может быть достигнуто за счет вашего имущества, но через веру. А теперь я умоляю диаконов, старейшим и других лидеров в своих церквях, пасторам, служите всем сердцем Иисуса Христа. 19 декабря 1987 года, после того, как я закончил свой обед и отдыхая, я начал чувствовать мучительную боль. Она была настолько невыносимой, что я почувствовал, что собираюсь умереть. Потом я потерял сознание. Я очнулся, через 4 месяца в заросшем таком состоянии, и мой доктор сказал мне, что я, в конечном счете, скорее всего, умру. Все мои части тела были в очень поврежденном состоянии вследствие паралича. И моя семья никогда не позволяла никому из членов церкви посещать меня в больнице из-за моего ужасного внешнего вида. Затем я, наконец, умер. Когда я умер, я увидел, как два человека вошли в мою комнату. Но эти люди вошли в мою комнату через стену. Я закричал, кто, кто вы такие? Мой дом рухнет, вниз, если вы сделаете это. Тогда один из них сказал, мы ангелы и спустились с небес. Мы из царства божьего. Яркий свет сиял от ангелов. Ангел справа от меня представился. Я выполняю поручение для Иисуса в его царстве. Иисус вызвал меня и велел мне спуститься на землю. Он велел мне взять тебя на небеса. Ты мертв. Но так как твоя семья взывает в молитве с огромной печалью, он желает предоставить тебе еще немного времени для жизни. А пока он желает показать тебе небеса и ад. Он покажет тебе, и ты будешь свидетельствовать об этом народам земли. Пусть число людей, которые попадают в ад, будет уменьшено, а число людей, идущих в рай, умножится за свет твоего свидетельства. Это будет твоей миссией. Бог велел нам сказать тебе не задерживаться. Если ты не поспешишь, то не сможешь посетить небеса и ад. Тогда ангел слева от меня сказал, с момента твоего рождения и до того момента твоей смерти я был с тобой. В то время, я не понял, что ангел имел в виду. Теперь знаю. Он был моим ангелом-хранителем. Поэтому я сказал, я не могу идти. Я не пойду. Я пастор. Я не могу встретиться с Господом в таком физическом состоянии. Я хочу увидеть его, как здоровый человек. Я, вероятно, получу больше упреков, чем признательность от Господа. Я гордый и высокомерный человек, и теперь я проклят и болен. Как мне возможно войти в Царство Небесное? Мне так страшно. Прошу тебя, вернись на небо и попроси Господа исцелить меня. Затем возвращайся и возьми меня на небеса через сон. Пожалуйста, попроси милости от моего имени. Но ангелы не стали слушать мои доводы. Они взяли мою одежду и сказали, что она была слишком грязной, чтобы носить ее на небесах. Затем они одели меня в белое одеяние. Захария, 3, 4. Небеса. Они схватили меня за руки и мы полетели прямо на небеса. Мы летели сквозь облако и когда я посмотрел вниз, то увидел, как земля становилась все меньше и меньше. Они отпустили меня возле бесконечно золотой улицы. Я увидел блестящий сияющий свет, слишком яркий, чтобы смотреть прямо туда. Я сказал, откуда этот свет идет? Это с неба ангел ответил. Я подумал, ух ты, такой огромный. Я увидел группы людей в белых одеяниях, летящих впереди. Кто они? Спросил я. Ангел ответил, это те, кто служили верно Богу и доверяли Иисусу своим послушанием и следованием водительству Духа Святого всем своим сердцем. Их тела мертвы на земле. Они теперь души, направляющиеся на небеса. Другой ангел продолжил, на небесах есть 12 ворот. Когда спасенная душа приходят на небо, они должны пройти через одни из тех ворот. Мы стояли у южных ворот, но они были закрыты. Пока мы ждали, я спросил ангела. Ангелы, почему эти ворота не открываются? Ангел ответил, это потому, что ты не поешь небесные песни поклонения, Псалом, 104. Я спросил, ангелы, я был очень гордым и высокомерным, и в результате был проклят болезнью. Я не очень гожусь, чтобы петь земные песни поклонения. Как я могу петь небесные песни поклонения, когда я никогда не слышал их раньше? Ангел ответил, ты прав. Но ты все равно должен подготовить себя к поклонению. Ты гордый человек, но будь готов петь. Ангелы запели. Как только они запели, я начал петь вместе с ними. Это стало естественным для меня, и мы вошли вовнутрь. Вид на небесах был неописуем. Я не могу подобрать земные слова, чтобы описать небеса. Я сказал, Господи, спасибо тебе большое, хотя, я был очень гордым и высокомерным, и был проклят болезнью, ты все же привел меня на небеса, чтобы показать мне все это. Затем я услышал голос Бога, мой любимый пастор Пак Янгэу, я приветствую тебя. Ты проделал длинный путь сюда. Его голос был переполнен любовью и нежностью. Отвечая я заплакал, Господь, ангелы тут же сказали, ты был пастором в течение 20 лет, и не тебе ли знать Писание? На небесах нет слез, прекрати, пожалуйста. Я был не в силах даже плакать. Откровение, 21, 4. Затем Господь задал мне пять вопросов. 1. Сколько времени ты проводил за чтением слова, Библия? 2. Сколько приношений ты отдавал? 3. Как часто ты евангелизировал людям? 4. Отдавал ли ты десятину должным образом? 5. Сколько времени ты проводил в молитве? Я не мог ответить на пятый вопрос. Господь упрекнул меня за этот пятый вопрос. После того, как ты стал пастором мега-церкви, ты стал ленивым в молитве. Занятость это не оправдание для меня. Мне пришлось покаяться в этом позднее. Ангелы покажут тебе многие места на небесах и в аду. Смотри вокруг сколько пожелаешь. Ты уйдешь отсюда, посетив многие места небес и ада для свидетельства. Все же Господь не позволил мне увидеть его внешний вид. Вначале ангелы отвели меня в три разные места на небесах. В первом месте я увидел маленьких детей, живущих вместе. Второе место, это, где жили взрослые люди. Третье место, где души едва достигают небес. Даже если они добрались до небес, они это сделали позорно. Многие люди спрашивали меня о возрасте маленьких детей. Они выглядели как детки с детского сада. Они не были маленькими мальчиками и девочками, как мы бы узнали это по полу. Каждый ребенок имел своего ангела для их сопровождения. На небесах большинство душ будут иметь свои собственные дома. Иоанна, 14-2. Однако там были некоторые, кто не имел своего дома. Я объясню это позже. Более того, дети также не имеют своего собственного дома. Я спросил, дети тоже являются душами, почему тогда у них нет своего собственного дома? Ангел ответил, подобно тому, как людям на земле требуются материалы, чтобы построить свои дома. Мы на небесах также нуждаемся в строительном материале для постройки дома. Когда человек служит церкви и другим верно в Господе, то эти дела станут материалом для дома человека на небесах. При доставке материала, ангелы, назначенные на строительство дома святых, идут работать и строить его. Дети, находящиеся на уровне ниже подотчетного возраста, не создали какие-либо материалы, чтобы построить дом. Другими словами, у них не было времени или возможности заработать свою награду, материалы. Именно поэтому у них нет дома. Я продолжал задавать свои вопросы, что мне нужно делать на земле, чтобы обеспечить больше материала для моего дома. Ангелы ответили, есть семь вещей, которые необходимо выполнить, чтобы наращивать свои материалы и построить дом. Первое, это накопление поклонения и хвалы Богу. Второе, это твое время, проведенное за чтением Библии. Третье, это твое время, проведенное в молитве. Четвертое, это время, отданное на евангелизацию слова людям. Пятое, пожертвование Господу. Шестое, твое послушание десятиной Богу. Седьмое, твое время, проведенное в служении Церкви любым образом. Это и есть дела или акт послушания, посредством которых ты накапливаешь материалы для небесного дома. Если чего-то одного не хватает в этих сферах, то у них не будет тогда материала для строительства дома. На небесах было множество людей, не имеющих своего дома. Многие из тех, кто не имел своего дома, были на самом деле из числа пасторов, диаконов, старейшин, диаконисы. Так, далее, я спросил из любопытства, а где дети живут тогда? Ангелы ответили, они живут здесь. Когда я посмотрел вокруг, то увидел детей в окружении сада цветов. Сад цветов был настолько прекрасен и аромат там был не от мира сего. Вид всего этого был вне того, что я мог бы описать своими словами. Второе место было для взрослых людей. Есть разница между спасением и наградами. В этом месте было столько много домов. Эти дома были построены из красивых, драгоценных и редких камней. Некоторые дома были даже выше, чем самые высокие небоскребы на земле. Те люди, которые верой и правдой служили Господу, живя на земле, имели дома, построенные из красивых, драгоценных и редких камней. В этом конкретном месте все люди выглядели в возрасте от 20 до 30 лет. Там не было ни мужчин, ни женщин в отношении пола. Не было там ни больных, ни старых, ни хромых людей. Я когда-то знал одного старейшину, по имени Аймен. Он умер в возрасте 65 лет. Его рост был очень маленьким, примерно таким же, как у второклассника в начальной школе. Он страдал редкой болезнью под названием рахит. Однако, когда дело доходило до Библии, то он был в этом большим знатоком, как доктор философии. Он написал множество комментариев. Я встретил его на небесах, и там он был высоким и красивым. Он больше не был больным, но здоровым человеком. Небеса очень замечательное место. Я просто наполнен ожиданиями. Пожалуйста, поверьте в то, что я говорю вам, возлюбленные. Третье место было для тех, кто был позорно спасен первое Коринфянам, 3-15, этот конкретный городок был огромным в размерах. В несколько раз больше, чем второе место, где дома были сделаны из красивых, драгоценных и редких камней. Я прибыл в это место на огромной скорости ездой на золотой колеснице. Это было очень далеко от других красивых мест, которые я видел на небесах. Я спросил у ангелов, я вижу огромные пустыни и поля. Почему я не вижу домов? Ангел ответил, то, что ты видишь и есть дома. Я увидел огромные широкие плоские дома, которые напоминали мне большой курятник или что-то вроде помещения склада. Эти дома не были славными, но потрепанными. Этот городок или дома были для тех душ, которые были позорно спасены. Там было много убогих на вид домов больших в размерах. Этот городок в несколько раз больше, чем место, где проживают вознагражденные души. Ангел сказал, ты видишь два больших дома, один справа и один слева от тебя. Я ответил, да, я вижу их. Ангел сказал, что хотел в особенности показать мне эти два дома. Он сказал, правый дом для тех, кто были пасторами на земле. Левый дом для тех, кто были старейшинами на земле. Как только мы подъехали к передней части этих двух домов, я обратил внимание на то, что они были просто огромными. Тут моя челюсть как отвисла. Когда мы открыли дверь и вошли, мое первое впечатление было курятник. Вместо тысячи кур, живущих в курятнике, я увидел там души. Ангелы посоветовали мне понаблюдать очень внимательно, потому что я бы узнал там тогда некоторых известных пасторов из истории. Это была правда. Я признал многих пасторов из истории. Я особо выделил одного пастора и спросил ангела, я знаю этого корейского пастора. Я знаю, насколько он был известным и ту работу, что он проделал для Господа. Почему он здесь? Я не понимаю. Ангелы ответили, он никогда не предоставлял каких-либо строительных материалов для своего дома. Вот почему он живет в доме сообщества. Я спросил из любопытства, как же это произошло. Почему у него не было никаких материалов? Ангел ответил, когда он был пастором, выполняя обязанности пастора, то любил получать комплименты от людей. Он возлюбил, чтобы его почитали. Он возлюбил, чтобы ему служили. С его же стороны не было ни жертв и ни отношения и состояния слуги. Именно этот пастор был в огромном почитании в Корее и является иконой в корейской христианской истории. Но у него не было наград. Вы, пасторы там, пожалуйста, послушайте. Вам нужно направлять людей не только в воскресное утро богослужения. Вы должны посещать их в своих домах. Вы должны заботиться о бедных, хромых и пожилых людях. Пасторы, которые служили при этом, не жертвуя своей жизнью и возлюбили получать честь, не будут иметь награды на небесах. Матфей. 23, 5-12. После того, как стал свидетелем этой сцены на небесах и после того, как я вернулся на землю, я сразу же отдал все свое имущество, в том числе мои пять роскошных автомобилей. Наша жизнь не это всего лишь момент. В Библии, средняя продолжительность жизни составляет около 70 до 80 лет. Но только Бог знает, когда человек умрет. Любой человек может умереть в возрасте до 70 или 80 лет. Я решил все раздать, даже мои вещи. Люди, которых я увидел, получили свое спасение в стыде. Они были пасторами, старейшинами, диаконами и просто верующими. Там было множество старейшин и диаконов в этих потрепанных домах. Но, конечно, это намного лучше, чем в аду. Тем не менее, почему кто-то хочет войти в Царство Небесное таким образом? Даже их одежда была потрепанной. Каковы есть требования к христианам, чтобы получить такие красивые дома на небесах? Во-первых, нам нужно евангелизировать как можно большему количеству людей. Как мы должны евангелизировать? Ангел сказал мне, предположим, есть неверующий, который не знает Бога. В тот самый момент, как ты решил евангелизировать этому человеку, строительные материалы для твоего дома уже будут поставляться. Когда ты непрерывно молишься за их спасение, большее количество строительного материала будет поставляться. Ты должен продолжать проверять их, посещая и при этом продолжая евангелизировать. Это добавит еще больше материала для твоего дома. Если человек говорит, что он, она не могут прийти в церковь, потому что у них нет достойной одежды, тогда ты должен предоставить ему такую одежду. Если человек говорит он, она, что у него нет Библии, ты должен дать ему. Если человек говорит он, она, что у него нет очков, чтобы читать, ты должен предоставить ему их. Ты должен обеспечить человека всем, что можешь и в состоянии так, чтобы привести этого человека к Господу. Те, которые живут здесь в лучших домах, это те люди, которые евангелизировали много раз. Ангел затем проводил меня до места, где святые жили в прекрасных домах. Это было то место проживания для святых, которые много евангелизировали. Такое ощущение было, что была центральная часть небес. В истории христианства есть четыре человека, которые имеют самые большие и красивые дома. Ангел показал мне дом американского евангелиста Д. Эл Муди, британского пастора Джона Уэсли, итальянского евангелиста и корейского евангелиста-пастора Чой Ган Нунг. Эти четыре человека имели самые большие дома на небесах. Эти четверо провели всю свою жизнь евангелизируя людям, даже вплоть до момента конца их жизни. Среди корейских верующих там был один простой верующий, который имел большой дом. Этот простой верующий построил много церковных зданий со всем имуществом и принадлежностями. Он раздал три тысячи мешков риса бедным. Он тайно помогал финансами тысячи пасторам и лидерам. Он помог студентам, изучающих теологию или учащихся в библейской школе, оплачивая их обучение. Он также принял у себя дома пастора, 65 лет, и заботился о нем. Его собственная церковь выгнала его. Я услышал, как ангел кричал, материалы поступают. Я спросил ангела справа от меня о материалах, и он сказал мне, эти материалы для Диаконисы из маленькой церкви в стране. В действительности она получает материалы каждый день. Хотя она бедна, она приходит на утреннее служение каждый день. Она молится за 87 членов церкви каждый день. Когда она заканчивает молитву, она идет чистить церковь. Я услышал другого ангела кричащего, специальная доставка. Дочь Диаконисы отдала то немногое, что у нее было из денег своей матери. Тем не менее Диакониса не потратила все это на себя. Она купила пять яиц и пару носков для пастора церкви. Это стало специальным материалом для ее дома на небесах. Во-вторых, те, кто имели большие дома, это те, кто построил церковные здания или другие здания, необходимые для целей Царства Божьего, включая имущество, ресурсы. На небесах я также встретил старейшину по имени Чой. Среди всех корейских старейшин и диаконов, которые находятся на небе, он имел самый красивый дом. Его дом был намного выше, чем самые высокие здания в Корее. Чой построил много церквей в Корее за счет своего состояния. Я спросил ангела, а как насчет моего дома? Он в процессе постройки. Ангел ответил, да, в процессе. Я стал умолять увидеть свой дом. Но они сказали мне, что на это нет дозволения. Я продолжал все же просить и после нескольких настойчивых просьб, ангелы сказали, что Господь позволит теперь тебе это. Мы вошли в колесницу и отправились очень далеко в другое место. Я был полон ожиданий. Я спросил, где мой дом? Ангел ответил, он там. Но он выглядел как будто это только фундамент и готов для дальнейшей постройки. Я закричал, как такое может быть со мной? Как это мой дом на стадии строительства? Выжив в Корейской войне, я продал свой единственный дом с целью строительства церкви. Эта церковь в конечном итоге выросла до пяти тысяч членов. Я написал много книг, вдохновленных Духом Святым. Одна книга стала бестселлером. От доходов книги я построил христианские школы. Школа выпустила 240 пасторов. Во время пребывания на посту декана, я выдал свыше 400 стипендий для более чем 400 детей из бедных семей. Я построил дома для вдов, чтобы им жить там. Это все стоило огромных расходов денег. Как же такое могло случиться? Почему мой дом на стадии строительства только? Я так огорчен. Ангел строго ответил, ты не заслуживаешь, чтобы жить в таком красивом доме на небесах, потому что ты был удостоен чести и похвалы от людей бесчетное количество раз. Каждый раз, когда ты строил или делал что-либо хорошее, ты получал похвалу от людей. Тебя даже удостоили чести светские новости. Таким образом, все твои труды напрасны. Матфей, 6.1. Я посмотрел на свой дом, находящийся в зоне строительства. Он был расположен в середине трех других домов, имел только три этажа. Дом имел много маленьких комнат на первых двух этажах. Я спросил ангела, почему у меня такие маленькие комнаты. Ангел ответил, эти комнаты предназначены для твоих сыновей и дочерей. У меня только четверо детей. Ответил я. Ангел продолжил, нет, они не для твоих земных детей, но для тех, кому ты евангелизировал и они были спасены. Мне это нравится. Я спросил, где моя спальня. Ангел сказал, что она на крыше. Это обеспокоило меня. Моя комната даже не была закончена. Сердитым тоном я сказал, это так мало. Почему так трудно закончить? Ангел ответил, ты еще не мертв. Мы не можем закончить твой дом или комнаты, потому что мы не знаем, будет ли еще количество материала доставлено. Ты понимаешь? Когда мы вошли в комнату, я увидел два сертификата висящих на моей стене, поэтому я подошел, чтобы почитать, что там написано. Первый сертификат описывал мое проживание в детском доме, когда мне было 18 лет. В день Рождества я направлялся на утреннее церковное служение. Я увидел старика дрожащего на улице. Я снял свою куртку и отдал ее ему. Этот поступок дал мне награду на небесах. Второй сертификат описывал случай, когда я лишь купил хлеба на те немногие деньги, что имел для пожилого человека. Суть была не в сумме денег. Поступок должен сопровождаться истинной верой. Сама сумма денег не имеет значения. Мы оставили это место и вернулись назад. Во время езды, один из ангелов сказал, ты опечален. Я расскажу тебе, что нужно для постройки красивого дома. Господь сказал, когда ты вернешься обратно на землю, ты должен пойти и рассказать людям о небесах и аде все, что ты видел здесь. Во-вторых, Господь желает, чтобы ты построил место сбора для пожилых женщин-пасторов и евангелистов, которые не имеют места, где остановиться или жить. Если ты действительно верно выполнишь все эти вещи, тогда будешь иметь красивый дом. Ад. Ад. Два ангела сопроводили меня в ад. Они сказали, теперь ты увидишь ад. Вы не представляете себе всю чудовищность ада. Я все кричал, такой большой, такой большой. Это такое место, где души прокляты и помещены в вечные проклятия. Мне казалось, что ад был в тысячу раз больше, чем земля. Половина ада была красного цвета, а другая половина темно-черного цвета. Я спросил ангелов, почему эта часть ада красная? Ангелы ответили, ты не знаешь. Это горящая сера. Другая половина есть тьма. Когда люди грешат и в конечном итоге попадают сюда, они будут мучиться с обеих сторон. На земле есть большое количество церквей и многие церкви полны множеством людей. Однако большинство из них не являются истинными христианами. Они всего лишь посетители церкви. Истинная церковь будет твердо верить в рай и ад. Жизни многих христиан находятся в беспорядке, потому что они не верят твердо в рай и ад. Когда одна душа входит на небеса, одна тысяча проклятых душ входит в ад. Соотношение показателя небес и ада является один на тысячу. Матфей 7.14. Я пресвятерианский пастор и известный спикер. Я закончил одну из крупнейших богословских школ в Корее. Я никогда не верил в эти истории о небесах и аде. Но теперь я тот, кто пишет о таком опыте переживания для свидетельства другим. Хотя вы можете верить, что вы христианин, но если вы живете жизнью в соответствии с волей демонов, вы закончите в аду. Первое место, что я увидел, было место сжигания серы. Вы даже не можете себе представить, насколько горячий огонь ада. Никто не может вынести эту жгучую жару. Люди в аду говорят о трех вещах. Первое, это слишком горячо и они чувствуют, как умирают. Луки 16.24. Второе, они так жаждут и чувствуют, как умирают. Третье, ты услышишь многих там, просящих о воде. Захария 9.11. Это навечно. Многие люди говорят, что мы свободны во Христе и они живут своей жизнью, как они желают. Я спросил у ангела, те люди, что здесь находятся, что они сделали. Ангел ответил, первая группа это неверующие. Те, кто не евангелизировал своим семьям, должны покаяться. Ангел продолжил, вторая группа это те, кто верил в Иисуса, но не раскаялись в своих грехах. Мы должны покаяться в своих грехах и должны исповедовать их Господу. Мы не должны грешить. Просто на словах это не покаяние. С сердцем сокрушенным и искренним мы должны покаяться. Христиане в аду. Затем я увидел там много пасторов, старейшин и диаконов в аду. Я спросил ангела, я знаю их. Они служили Богу верно в то время, когда жили на земле. Они умерли не так давно. Мы все думали, что они были с Богом на небесах. Но сейчас я вижу их в аду и они кричат о том, как им жарко. Почему они здесь? Там было так много пасторов, старейшин, диаконов и других простых верующих. Ангел ответил, пастор Пак Янгыл, человек может казаться истинным последователем Христа снаружи, но Бог знает сердце. Они не соблюдали воскресенье, субботу согласно Библии, святым днем, на самом деле, они возлюбили делать деньги по воскресеньям, субботам согласно Библии. Иеремия 17, 27. Многие из диаконов и старейшин критиковали проповедь своих пастырей. Псалом 105, 15. Числа 12, 8-9. Они не отдавали десятину должным образом. Малахия 3, 9. Они не молились, они совсем не евангелизировали людям. Иезекииль 33, 6. Многие из старейшин и диаконов изводили своих пастырей и шли против их власти. Они вмешивались в обязанности и работу пастора. Чисов. 16. На своем смертном адре они думали, что проделали хорошую работу, потому не покаялись за все те дела. Именно поэтому они были брошены в огни ада. Затем я увидел короля и принца, которые были первыми, кто преследовал христиан в Корее. Этот король и принц обезглавили многих первых христиан в Корее. Они были помещены в центр, самое горячее место из всех. Я также видел Гитлера, Сталина Маутс Задуна, известного пастора из Северной Кореи по имени Пастер Кан, известного японского героя и многие другие. Затем мы прибыли в очень темное место, настолько темное, что трудно было видеть, куда ступать ногой. Я закричал, «Ангелы! Ангелы! Так темно! Как тут можно что-то видеть?» Ангелы похлопали меня по плечу и сказали, «Просто подожди немного». В течение нескольких минут я смог увидеть бесчисленное множество обнаженных людей. У всех у них были насекомые, ползающие по всему их телу. На их телах не было ни дюйма свободного места от этих насекомых, все тело было сплошь ими покрыто. Обнаженные люди пытались снять с себя насекомых, скрижища своими зубами. Я спросил, что сделали эти люди, когда жили на земле? Это те, кто критиковали и ранили друг друга. Они не были осторожны в том, что говорили друг другу. Матфей 5, 22, «Я видел демонов колющих и прокалывающие желудки людей серпами. Их крики были невыносимыми для меня». Я спросил своего провожатого, ангела, что сделали эти люди, когда жили на земле. Эти люди имели работу, дома и семьи, но они не давали Богу. Они не помогали бедным, своим церквям или на другие Божьи цели. Они были очень скупы и жадны. Даже когда они встречали бедных, они игнорировали их и не проявляли заботы. Они заботились только о себе и своих семьях. Они были хорошо одеты, сыты и имели комфорт в жизни. Вот почему их желудки пронзают здесь, за то, что их животы были полны жадности. Притча 28, 7. Это были очень страшные сцены зрелища. Став свидетелем такой ужасной картины, я, когда вернулся на землю, отдал все свои деньги и принадлежности другим. Спасение не может быть заработано деньгами или имуществом. Только поверье, от это невыносимое и убогое место. Это вечные муки. Я также видел людей, чьи головы были отруглены очень острым лезвием. Я спросил ангела, что эти люди сделали, чтобы заслужить такие ужасные мучения. Ангел ответил, Бог дал им мозги, чтобы думать о хороших и полезных вещах. Но эти люди думали о грязных вещах. Они думали о похотливых вещах. Матфей 5, 28. Следующее, что я увидел, это как колют и разрезают людей на куски. Зрелище было ужасным. Я спросил, как насчет этих людей, что они сделали, чтобы быть мученными таким образом. Ангел ответил, эти люди были старейшинами и диаконами, которые не служили в своих церквях. На самом деле, они даже не хотели работать или служить. Единственное, что они любили это получать и получать спаство. Захария, 11, 17. Осия 6, 5. Я увидел старейшин, диаконов и просто верующих, мучимых демонами. Демоны делали дырку в их языках и вставляли провод через языки друг от друга. Затем демоны тащили людей за провод. Я спросил опять, что они сделали на земле. Ангел ответил, они совершили четыре вида греха. Первое, они критиковали своих пастырей. Они говорили негативные вещи о своих пастырах. Высмеивая своих пастыров, они делали бестактные замечания. Иакова 3, 6, Матфей 12, 37. Умоляю всех тех, кто совершает подобные грехи, покайтесь. Ангел продолжил, второе, они оскорбляли церковь своими высказываниями. Они преследовали других христиан и причинили им эмоциональный ущерб, вплоть до того, что даже верные христиане из них перестали ходить в церковь, а некоторые даже перестали верить. Они сделали все возможное, чтобы остановить верных христиан от выполнения работы Бога. Эти злобные люди заставили многих верных христиан споткнуться. Наконец, здесь есть супруги, употреблявшие алкоголь и причинившие насилие или жестокость по отношению к членам своей семьи. Я увидел демона в пронзающей желудке мужчин и женщин очень острым гвоздем. Я спросил, что они сделали. Ангел ответил, эти мужчины и женщины жили друг с другом, но не были женаты. Они виновны в абортах, поскольку они беременели. Они никогда не покаялись в этом. Я увидел другую группу людей. Демоны нарезали их губы, как будто тонко нарезая мясо или овощи. Я спросил, почему эти люди мучимы таким образом? Ангел ответил, они сыновья, дочери удочеренные и усыновленные дети, которые спорили или дерзили своим родителям. Все, что им нужно было сказать это, я извиняюсь, вместо этого, они ухудшали ситуацию. Они нападали с грубой критикой на своих родителей. Они были упрямы. Именно поэтому здесь их губы обрезают. Братья, мы все умрем однажды, но мы не знаем, когда это будет. Пожалуйста, будьте готовы, будьте готовы идти на небеса. Дело не в этом, когда мы уйдем. Но, пожалуйста, прощайте друг друга так часто, как это необходимо делать. Кайтесь и если нужно, делайте это в течение всего дня. Братья мои возлюбленные, я, бывало, игнорировал такие свидетельства. Я был консервативным пресвятерианским пастором, который игнорировал такие вещи. Но теперь, я должен свидетельствовать и свидетельствую вам то, что я видел, пожалуйста, не откладывайте жить святой жизнью, прошу вас, избегайте этого мучения и суда. Будьте спасены. Не живите для своей плоти, а подчинитесь царству Бога. Прошу вас, молитесь за тех, кто не знает Иисуса. Евангелизируйте и приносите плод, пожалуйста, молитесь ранним утром и соблюдайте воскресение святым, прошу вас, отдавайте десятину Господу должным образом. Накапливайте свои награды на небесах, а не на этой земле. Я молюсь и благословляю вас в могущественном именем Иисуса Христа.